Клево всем, друзья! Я на воде, давно не был. Фух, покуда задолбало. Сегодня я с Фидером приехал на канал, попытаюсь половить карасика. Народу очень много, просто все забито. Кто-то что-то полавливает, у кого-то хуже, у кого-то лучше. Попробуем. Сейчас быстренько замешиваю прикормку, потому что уже времени очень много, долго собирался, долго ехал. Сначала еще приехал, не туда. Пришлось круг сделать. Все, мешаю прикормку. Вот такая у меня прикормка, красная. Это прикормка карась, темно-красная, с панчино крупным. Хотел другое взять прикормку, ничего не было. Пришлось брать такую по дороге, что мне попались в магазины. В принципе запах не сильный, хороший. Такое хлебное. Немножко хлеба, немножко специи пахнет. Вода холодная, рыба еще совершенно не активная. Только-только какие-то первые движения. Поэтому ароматики лить не буду. Водоем не глубокий канал. Рыба не активная и стоячая вода. Просто если сейчас я налью много ароматики, может такое случиться. Она будет очень долго распространяться по водоему. Мне кажется так, что рыба зайдет на точку и попадет в газовую камеру. Испугается и уйдет потом. Так и вращаться не буду. Но при этом в водоеме есть плотва, мелочевка. А ловить я планирую карася. Поэтому буду делать максимально-максимально тяжелую. Первая добавка воды была. Сделал сразу мокрую. Сейчас 10 минут постоит и будем еще воду добавлять. Первый этап воды залил. Теперь пока настаивается прикормка, буду искать точку ловли. Начну с промера глубины на счет. Делаю заброс недалеко. Считаю на какой... Быстро считаю с какой скоростью пойдет катушка на дно. Еще дальше забрасываю и так считаю. Таким образом вычисляю примерную глубину, где мельче, где глубже, чтобы примерно где вы ловите. По счету получается примерно в 15 метров от меня начинается свал. Идет ровное дно и где-то в 20-25 метров от того берега подъем. Сейчас буду искать теперь протаскивание. В принципе смысл далеко кидать нету. Сейчас кину метров на 25-30 и протащу, посмотрю найду что-нибудь или нет интересное. Идет совершенно ровное дно. Нашел свал. Сейчас посчитаю обороты. Буду ловить буквально в метре от свала. Как положено по классике. Точка найдена. Все отбито. Смотрим что у нас там с прикормочкой. В каналах это самое простое дело искать точку ловли. Ну что, сейчас положу 5 кормушек небольших. У меня вот такие кормушки. Вот такая кормушка. 20 грамм. Битая, перебитая, переловленная, кривая вся старенькая, но рабочая. Сейчас вот таких кормушек штук 5 положу и дальше будем смотреть. Так как это закормочные кормушки, пока забивать плотно не буду. Так, теперь приноровиться к забросу на такую сверх близкую дистанцию. Ну что, последняя кормушечка. Последняя закормочная. Готово. Теперь цепляем крючочек и в бой. Ничего особо нету. Надо вязать. Все пусто. Так, в 12-й. Все только на 14-х поводках. На 12-м ничего нету. Десятка есть на 12-м. А давай я его поставим. Ловить. Сейчас начну с фидергаммом. Дальше по обстоятельствам. Фидергамма цепляю. На фидергамме у меня вот такой вот узелок. И петельку, удавочку накидываю с поводка. И за этот узелок он топорится. И отлично все держится, никуда не денется. Друзья, по рассказам, кто ребята тут уже были, в первую очередь реагирует лучше всего работает червь. Опарыш хуже. На опарыш много мелочек клюет. Поэтому буду комбинировать. У меня есть и червь и опарыш. Потом, кто был, говорит, на мотыля полный ноль. Это вообще неожиданно для меня. Чтобы в это время, в марте, по холодной воде, карась не реагировал на мотыля. Ну вот здесь так было. Поэтому, как обычно, по договоренности, сегодня у меня все-таки не опарыш, а начну с червячка. Вот так вот. Червячок. Ну что, друзья, в бой! Как я этого ждал долго, а? Погода дуристика творила, что хочет. Целую неделю поливали дожди. Закончился дождь. У нас сегодня ночью под утро. Так, два раза кто-то дюбнул, друзья. Дюб-дюб было. Мелочевка сразу заходит, сразу дюбает. Ну пока только мелочевка. Ждем карасика. Мелочь уже на точке. На счет восемь уже дюб-дюб творит уклейка или что-то, или мелкая плотвичка. Кризисчевый круг. Ужас! Неделю дожди поливали. Под утро только сегодня прекратились. Погодка стояла всю неделю плюс 12, плюс 14, но поливали дожди. На сегодня обещали. Плюс 8, прекращение осадков. Вчера давление уже пошло вверх. Соответственно, температура должна слегка упасть, так она и есть. Плюс 8, прекращение осадков. Солнышко пробивает. Классно. Что-то есть. Что-то тащил. Вот она, плотвичка. То, что там в огромном количестве. Вот такая, друзья. Вот она там и долбит. Кстати, у нас 14-го числа налог плотвы запрет. Уже он идет. Поэтому выкидываем сразу. Йода на точке немерено. Можно ловить их с пулемета поставить сейчас маленький крючок. И она будет ловиться просто страшно. Ну вот и соседи караси ловят. Пока мы возвращаемся. Все уже рыба на точке. Уже на точке клюет. Хочу карася. Карасик, подойди. Будет другом. Ого! Поклевка была, друзья. Что это? Окунь. Друзья, полосатик. Смотрите, кто его поймал. Полосатика, друзья. Ужин такой красивый. Хе-хе-хе-хе. О! Садил. Чуть спиннику не утащил. Топ-оп-оп-оп. Что-то, что-то клюва. Сход. А ну, сидит что-то мелкое. Платва. Хе-хе-хе. Платвичка, друзья. Да. Идет. Как здесь грязи. Кто там, кто там, кто там. Платва. Сюда же, Платва. Топ-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все то же самое. Все то же самое. Платва. Только чуть покрупнее. Хе-хе-хе. Все то же самое. Платвы валом. Еще чуть-чуть пойду грязь собирать. Он сейчас чуть-чуть подсохнет. По верхам собрать. Хотя капельку замешать. Что там. Все то же. Платва. Друзья. Все то же. Ну что, друзья. Сейчас будет эксперимент. Собирал в картовках земли. Сырая. Сверху пытался брать. Вот этот объем. Кладу одну жменью прикормки. Две жменьки прикормки. Перемешиваю. Сырая очень. Не знаю. Смогу ли просеять или нет. Попробую. Что то насеять. И попробовать. сменить точку. И так половить. Ну вот буквально чуть-чуть у меня получилось. Такая вот земля с прикормкой. немного. Очень немного. Дешил не закатливать. А сразу. Первые две кормушки. Сжал не подолго. Сейчас. Где-то минутки по полторы. По две. Если поклевок не будет. Клюет уже сразу. То есть. Платвы там тоже валом. Ну. Прикормка с грунтом. Посмотрим. Подойдет карась на нее или нет. В данный момент. В этом водоеме. Платвы как грязи. Просто можно брать ее. Колбасить. Колбасить. Ну. Эта рыба неинтересная. Пусть мелкая. Пусть сейчас на нее запрет. Интересно карась. Говорят. Недели назад. Полторы-две недели назад. Было холодно. И при этом хорошо ловился. Что то есть. Что то есть друзья. И похоже на карасика. Очень на карасика похоже. Это на хорошенького карасика. У меня небольшого. Но карасика друзья. Оба. Есть. Вот такой красавчик. Ай серебро. Какой красивый. Ребята. Так. Продолжаем пробовать. Оп. Оп. Рыбка. Рыбка. Друзья. Что то есть. Оп. 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 карасик маленький хорошенький ну карасик карасик и маленький ты куда ты куда я тут грунт рулит придется ехать и собирать вот так друзья вот такой красавец смотрите а марта чем загадать маза ловиться красавец красит вот сейчас друзья не хотел у нас уже получилось результат ловил на чистую прикормку плевала только плотва поймал одного карася зарядил прикормку с грунтом пошли ловиться карасики час и меня было очень немного она закончилась очередной красавец сейчас буду заряжать опять чистую прикормку и посмотрим будет карась или нет не хотел сравнений таких оно само так получилось и тем не менее будет очень интересно прикормку максимально влажную максимально тяжелую чтобы вообще не пылило как с грунтом вот и посмотрим результат будет карась или подойдет плотва забивая очень плотно чтобы долго выходила из кормушки то в этот раз вот вас в котором место называют таренко есть плотва такая вот добренькая но мы ее отпускаем поводок у меня сейчас стоит 15 сантиметров плотве не мешает ничего клевать со дна пошел я собирать грунт из-за того что очень сырой грунт отход очень большой вот такая красотка смещаю щас точку на пару метров в сторону и начинаю заново кормить посмотрим что получится друзья вы сами все видите второй заброс грунтом потом может и по два больше на карася похоже хороший отличный шикарный вот такой весенний карасик други вы сами все видите не хотел это видео не думал сейчас это снимать но думал что-то подобное но были такие планы что-то подобное снять и вот неожиданно все получилось само друзья у меня много видео на канале где я ловлю с грунтом на фидер на поплывок показываю очень подробно как замешивать примерные пропорции вот наглядное пособие очередной карасик небольшой друзья монтаж я использую обычную петля гарнер сначала ловил с фидергамом на онлайн потом убрал фидергам рыба очень пассивная и решил от греха подальше убрать дополнительную жесткость крючок поводок поставил 01 12 крючок очередной небольшой красавчик друзья очередной карасик с грунтом такой красавец ну что друзья буду заканчивать рыбалку рыбалка получилась очень интересная неожиданная для меня такой видос я хотел давно снять сравнить работу с грунтом по холодной воде и без грунта это что относится именно неактивного карася вот получилось смотрите в начале рыбалки два часа отловил с грунта без грунта чистой прикормкой что не было грунта все было сыро очень хотя картофель очень много вокруг и было очень много тарани она клевала как сумасшедшая на точку заходила сразу можно было поймать очень много просто заброс несколько секунд поклевка вытаскиваю вот так поймал за эти два часа всего одного небольшого карасика все меня это конечно не устроило все таки приехал ловить карася карася с ней не взлетает пошел насобирал и уже подсохло чуть ветерком обдуло грунта сделал примерно один к десяти просеял показывал я тут делал при вас сменил точку ушел с той точки на которой ловил чтобы не было той прикормки на дне буквально из к метров началовать ловиться карась попадалась в таранка ловил всей карась опять замешал взяла после этого после поимки низких рыб до закончилась прикормка с грунтом в эту же точку начал кидать чистую прикормку пошел ловиться опять плотва карася не было в эту же точку опять пошел насобирал грунта замешал прикормку с грунтом и стал ловиться опять карась вот так друзья притом счет получился карась с грунтом или без грунта 120 вот так друзья то есть два десятка поймал с грунтом и всего одно без грунта да если бы нужно было вид таранку это круто 100 лет не нужен и она плевала как с пулемета при том что у меня была прикормка красивая тяжелая не пылящая совершенно и таранка на 15 сантиметровый поводок плевала как сумасшедшая вот так друзья друзья до новых встреч до встречи на воде